Свод новейших законов перелистал Николай Старобахин. Последний день работы парламента стал не просто формальностью. Дума все-таки успела принять так называемый антитеррористический пакет. Поправки в закон формально ужесточают ответственность за экстремизм, фактически еще и усиливают контроль за жителями страны. Правда, ко второму чтению закон слегка смягчили. Террористов и шпионов не станут лишать российского гражданства и запрещать им выезд за рубеж. Зато в борьбе с подростками депутаты проявили твердость и на уступки не пошли. Детей от 14 до 16 теперь будут сажать за участие в массовых беспорядках и за недоносительство. Это попытка создать такое институтское качество Павлика имени Павлика Морозова. Можно просто представить, что мальчик Вася, с 14 лет, как он предлагает в садах, где-то Грючев сказал, ненавижу всех чиновников, профессионеров, расстрелять бы всех. А мальчик Петя просто не садил никого. И мальчик Петя, мальчик Вася, окажется в фильме. Впрочем, депутаты «Единой России» с поправкой не согласились. Решили, что в этом возрасте дети уже осознают общественную опасность подобных действий и исправление подростков лучше всего в тюрьме. Дума шестого созыва закончила работу на мажорной ноте. Последнее голосование депутаты встречали аплодисментами. А спикер, подводя итоги, отметил, за пять лет парламентариям удалось перебороть негативные отношения общества. Ни один другой созыв не был встречен столь спорными оценками, упреками и даже призывами к русскому. Но мы справились с этим. И в своей работе доказали, что продуктивные вести дискуссии именно здесь, в парламенте, а не на площадях. 13 тысяч законопроектов. Дума поработала эффективно, если, конечно, эффективность парламента измеряется количеством, а не качеством. Лидер ЛДПР о стахановцах законодательного процесса отозвался с нескрываемой иронией. Меня удивляют некоторые наши стахановцы. Михеев, Справедливая Россия. 441 проект закона. Три в неделю. Он, наверное, не живет, не спит, ничего. Где-то в берлоге сидит и строчит. Я на что-то фальшивка. Ну как можно внести? 440 проектов. Это коллектив какого-то НИИ юридического. Сотни юристов не сделают. Только в ЛДПР нормальные депутаты, которые у нас там, 20 за созыв. Нынешний парламент под стать исторической эпохе. У партии власти по-прежнему большинство. Пусть уже и не конституционная, как в Думе предыдущего созыва. Оппозиция много говорит, но почти ничего не может сделать. Оппозиции всегда тяжело работать, когда нет большинства. Все-таки принимают законы большинством голосов. И действительно, большинство законопроектов, к сожалению, провести не удалось. Мы общаемся с коллегами, пытаемся их убедить, работаем с правительством. Некоторые зумные идеи нам удается пробить. Но есть то, что отличает уходящий созыв от прошлых. Думская пятилетка. Это впервые. Традиционно парламент избирался на 4 года, но после увеличения президентского срока до 6 лет годик накинули и депутатам. Впервые послушным стало и думское меньшинство. Оппозиция по многим вопросам соглашалась с партией власти. Единогласные или почти единогласные голосования – не редкость. Этой думе давали самые разные, порой противоположные оценки. Президент говорил о важности консолидации всех партий. Оппозиция называла парламент взбесившимся принтером, подразумевая, что он, не думая, голосует за любые законы правительства. А известный тележурналист Владимир Познер, вроде бы оговорившись, назвал Думу государственной дурой, чем вызвал гнев депутатов. И вправду в этом созыве 143 доктора наук, 71 профессор. Так что может быть прав не Познер, а единоросс Илья Костунов. Он сказал, цитата, «самый тупой депутат умнее среднестатистического гражданина». Сложно сказать, что за пять лет изменилось больше – парламент или страна, избравшая его. Эта дума начинала свою работу под аккомпанемент массовых протестов. Выборы 2011-го на тот момент считались самыми грязными в российской истории. Многотысячные митинги на площадях, а в зале депутаты с белыми ленточками, как знак поддержки людей. Всерьез говорили о распуске и перевыборах. Казалось, свободомыслие с площадей дойдет и до парламента. В 2012-м Дума приняла законопроект об иностранных агентах. Этим статусом наделили некоммерческие организации, которые занимаются политикой и финансируются из-за рубежа. На деле парализованной оказалась работа многих правозащитных фондов. Осенью того же года закон Димы Яковлева американским семьям запретили усыновлять российских сирот. В 2013-м ликвидирован высший арбитражный суд, считавшийся по-настоящему независимым от власти. Кроме того, принят антипиратский закон. Он предусматривал, в частности, блокировку сайтов в интернете. С него началась плановая атака на свободу онлайн-слова. В 2014-м Крым-Наш, сказали депутаты, более 100 законов, легализующих вхождение полуострова в состав России. Именно это главным достижением Думы потом назовет Владимир Путин. В 2015-м Конституционному суду разрешили не признавать международное судебное решение. Теперь, если что, никакой Европейский суд России не указ. А ФСБ наделили дополнительными полномочиями по применению оружия. Наконец, в нынешнем году принят закон о Национальной гвардии. И в последний день антитеррористический пакет. Партия власти пятилетнюю работу и оценивает на пятерку. А если кому-то кажется, что запретительных и ограничительных законов стало очень много, то это, говорят, совсем не так. Законопроекты, которые содержат те или иные запреты или ограничения, составляют не больше 5-6% от тех законопроектов, которые рассматриваются Государственной Думой. Но так как каждый из таких законов, конечно же, вызывает естественный интерес и средств массовой информации, и обсуждения в обществе, то они более известны нашим гражданам. Парадокс, но нынешняя Дума была еще более предсказуемой, чем предыдущая. Пять лет назад казалось, оппозиции не хватило всего 15 голосов, чтобы лишить партию власти большинства. А теперь многие считают, что в Думе всего один настоящий оппозиционный депутат – Дмитрий Гудков. Он убежден, поворотным моментом в судьбе парламента стал закон Димы Яковлева. Когда детям, сиротам, российским, бедным, которые мечтают о родителях, когда американцам запрещают их усыновлять, и когда дети потом погибают, потому что здесь их нельзя вылечить, а там можно. Вот такой закон, мне кажется, является символом этой Государственной Думы. После того, как заставили депутатов принять закон Димы Яковлева, мне кажется, многие депутаты были сломлены. И после этого, конечно, такие законы, как сегодня закон Яровой, проходят на ура. Гимн страны они исполняют хором. Фотография на память. Такими себя запомнят сами депутаты. Какими их увидели избиратели, ответ будет получен уже в сентябре, когда Россия выберет Думу седьмого созыва. Николай Страбахин, Дмитрий Гусев, Артевяй, Москва.